Я приветствую наших зрителей. Весь утро Корочава-Черкесия продолжает вещание. Офицеры регионального средственного управления организовали акцию «Мы помним, мы гордимся». Они посетили ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны. И затем рассказали об их подвигах в социальных сетях. В ходе встреч сотрудники поздравили ветеранов с праздником, вручили им подарки и выразили самые теплые благодарности за неоценимый вклад каждого в Великую Победу. В июле текущего года в Апсуа пройдут 9-е Абазинские игры. А на днях в качестве подготовки к большим состязаниям в Грушкинском сельском поселении состоялись первые в истории Казминские игры. Подробнее расскажет корреспондент Артур Мхце. Жители четырех населенных пунктов Карачао-Черкесии, Тапанты, Абазахабля, Малабазинской игрушки стали участниками первых в истории Республики Казминских игр. И хотя данные состязания рассматриваются скорее как подготовка к большим абазинским играм, тем не менее организаторы подошли к ним с большой ответственностью и постарались создать атмосферу настоящего праздника спорта. Предложили на местном уровне сделать некий отбор. Эту идею мы приняли, решили ее оформить, еще и устроить праздник, создать атмосферу праздничную для детей, для жителей. И решили провести вот такое сегодняшнее мероприятие. Это особенный день. Я думаю, его все запомнят. Сделаем его такой доброй ежегодной традицией. Идею проведения такого спортивного праздника поддержала и организация «Алашара». Ведь что может быть интереснее и полезнее для молодежи, чем участие в подобных проектах, являющихся не только отборочными состязаниями, но и способными объединять людей вокруг национальных культур и традиций, любви к здоровому образу жизни. Людей собралось очень много, молодежи очень много. Соревнуются и в футболе, и в волейболе, и в других видах спорта. Сегодня для нас они замечательный такой красивый пример. Красивый пример и для остальных абазинских аулов. За три, за четыре месяца ребята начинают к ним готовиться. Мы очень рады, что статус абазинских игр имеет вот такой высокий, дошел до такого высокого статуса. Помимо игровых дисциплин, участники казминских игр соревновались в перетягивании каната, армрестлинге, стрельбе из лука. Бескомпромиссная борьба шла в каждом виде. Это и понятно. Уже в середине июля в Апсуа состоятся девятые по счету абазинские игры, где соберутся лучшие спортсмены региона. Артур Мухцев, Атима Хунова, Ренат Муков. Вести Карачаево-Черкесия. Адыгихабльский район. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести» на черкесском языке. Я с вами прощаюсь, желаю всем удачи. В заключении расскажу, какая будет погода. В Карачаево-Черкесии местами дождь, днем в отдельных районах сильный, в горах с мокрым снегом, в отдельных районах туман, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, в горах минус 2, плюс 3, днем плюс 8, плюс 13, местами 0, плюс 5 градусов. Черкесский дождь, ночью небольшой, днем умеренный, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 11, плюс 13 градусов. Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полюсу ОМС. Ессентуки. Гоголя 80. Требуется специалист по работе в сфере коммуникации на государственную службу. Если вы коммуникабельный, образованный, легко обучаемый и широким кругозором, ждем вашей резюме. Справочная информация в режиме будних дней с 9 до 18 часов по номеру. Код 8 878 2 26 15 95. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные практически во всех сферах. Медицина, образование, культура, психологическая и юридическая помощь. Федеральная единовременная выплата при заключении контракта от президента России составляет 195 тысяч рублей. Оригинальная выплата от главы Карачаева Черкесии – 400 тысяч рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства и пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.